Всем привет, привет! Всем отличного настроения, прекрасного понедельника! Сегодня мы будем делать расклад. Во-первых, у нас будет две позиции. Расклад вы видели под названием, да, анализируем ваши финансы, посмотрим, что происходит с деньгами. Как правило, тематика денег и профессиональной сферы, она не очень востребована, да, хотя, если начинаешь предлагать какие-то услуги, очень часто такая отговорка «нету денег», да, не хватает денег, но при этом расклады на финансовые, на финансовую, так скажем, составляющую люди не любят смотреть. Ну, вот такой вот парадокс. Так, значит, что мы с вами будем смотреть? Будем смотреть, как обстоят дела сейчас, посмотрим, что влияет на наши деньги, ну, и как можно будет увеличить заработок. Так, вся необходимая информация, напоминаю, под любым моим роликом по ссылке «Мои услуги», заходите туда, все читаете, там я периодически пополняю, дополняю, меняю цены, вот, дополняю какой-то информацией. Ну, если есть вопросы, можете связаться со мной либо по почте, либо личное сообщение в Телеграм. Тоже вся информация есть под этим роликом по ссылке «Мои услуги». А мы с вами, давайте сразу приступим. Итак, первая позиция, не наоборот. Первая позиция – голубой камешек, потому что так по традиции, да, у нас, чтобы ее не портить. А вторая позиция у нас будет красный камешек. Вот, кто загадал, вот перезагадайте, если вдруг, ну, для вас это принципиально. Если вы загадывали цвет, то не принципиально, а если загадывали позицию, то, наверное, принципиально. Первая позиция и вторая. Я извиняюсь, но так вышла. Первая позиция – голубой камешек. Как сейчас обстоят дела Королева Жеслов? Ну, сейчас могу сказать, что вы очень много трудитесь, очень много трудитесь, именно организовываете как-то свой материальный мир. У меня такое ощущение, что вот вам как будто бы финансов не хватает. Вы очень много работаете, либо подготавливаете как-то почву для большего заработка, либо каким-то образом организовываете свое рабочее место, либо тот источник заработка, либо те источники заработка, которые у вас есть. И здесь вы как-то хотите выровнять эту энергию, сгармонизировать, сбалансировать. Прикладываете очень много усилий, вот как-то проявляете себя, показываете, заявляете, говорите о своих услугах, если вы, допустим, работаете на себя. Здесь идет такой, с одной стороны, знаете, организационный момент, то есть вот, не знаю, как перепись своих финансов, учет, доходы, расходы, все такое. То есть, с одной стороны, какая-то организация этих денег, структурирование, да, то есть, может быть, вы стали для себя более четче видеть, на что вы тратите, как вы тратите, не знаю, может быть, это фиксируется где-то. Вот, то есть, с одной стороны, вот то, что вы имеете, вы это организуете. Мне так, знаете, так интересно показывают, есть вот эти вот пластмассовые коробки для организации, там, я не знаю, рабочего места, да, либо там вещей, еще что-то. И вот мне показывают здесь, как денежки, да, только вот вы раскладываете вот по разным там, я не знаю, коробочкам, вот этим пластмассовым, где-то они большие, где-то они маленькие, вот это на это, вот это вот на это, это отложим, это потратим, это там еще что-то, вот как-то так, вот какая-то такая организация идет. И параллельно те источники, которые у вас есть, вы подготавливаете почву, либо сеете семена на то, чтобы увеличить свой доход. То есть вы здесь совершаете еще какие-то действия по увеличению дохода. Тем самым вот эта вот сила финансов, да, энергия финансовая, она должна выровняться, вы, по крайней мере, над этим сейчас работаете. Еще как обстоят дела, ну вот борьба, да, борьба, сражение. Я готова бороться, я готова быть конкурентно способной. Я готова прикладывать усилия. Здесь, на этом пути, приходится вам... От чего тут отказываться, да, надо, чтобы двигаться дальше? От чего здесь нужно отказаться? Ну, вам приходится отказываться от каких-то своих убеждений, да. То есть то, во что вы верили ранее, здесь приходится от этого либо отказаться, либо это изменить. То есть, допустим, если раньше вы не верили в продвижение, да, там, в рекламу и так далее, либо наоборот верили, то сейчас вам приходится от каких-то ваших убеждений, от каких-то взглядов отказываться. Здесь меняется ваша картина мира, ваше восприятие. То есть для движения, да, вам необходимо вот это вот реконструирование, которое здесь происходит, рекомпозиция, да, или как это правильно еще называются эти слова. Здесь собираются все ресурсы. Здесь вы каким-то образом мобилизируетесь, да. Расхламление идет какое-то, да, и упорядоченность материи для того, чтобы двинуться дальше. Здесь вот какое-то новое движение. Если, допустим, мы говорим про расширение, то сначала надо все привести в порядок, вот тот хаос, в котором вы находитесь, расчистить пространство, место, подготовить для больших доходов, и только потом двинуться дальше. В принципе, то, чем вы занимаетесь сейчас. Так, смотрим дальше. Что влияет позитивно на ваши деньги? Кольцо фортуны, любое движение. Любое движение, причем движение не только физическое, да, но это движение может быть, ну, движуху, которую вы создаете. То есть общение, коммуникация здесь очень важно, чтобы была активность, чтобы не было уединения отшельника. Я закрылась, мне никто не нужен, я не взаимодействую с внешним миром. То есть чем больше вы взаимодействуете с внешним миром, общаетесь, разговариваете что-то, узнаете что-то, отдаете что-то, получаете вот это вот состояние движения как такового, и при этом такое, знаете, расслабленное гармоничное состояние, то есть не напрягаться. Фортуна, с одной стороны, она дается, хоть и вслепую, да, дается тем, кто умеет наслаждаться, радоваться жизнью. А кто радуется жизнью, он находится в расслабленном состоянии, его ничего не напрягает, нету расстройства, нету огорчения. И вот здесь, когда вы с одной стороны какие-то такие, знаете, позитивные, а с другой стороны драйвовые, заполненные, наполненные энергией, вот это очень сильно влияет на ваши финансы. Причем, знаете что, когда вы не просто думаете, мечтаете и представляете, а когда те сумасшедшие идеи, которые приходят вам в голову, вы их сразу реализовываете, пускай они будут ошибочные, пускай в дальнейшем они не выстрелят. Но вот этот вот канал «Подумал, сделал, подумал, сделал», да, он должен быть все время прокачанным у вас, да. Почему? Потому что, ну, здесь неизвестно, какая идея выстрелит, почему здесь может быть проблема, да, в финансах, когда вы только думаете и не реализовываете это. То есть вы можете представлять, вы можете долго прокручивать в голове, там что-то просчитывать, и в конечном итоге вот та энергия, которая дается именно на действия, она у вас распыляется на думанье. Вот этого вот думания и проживания вы как будто бы перегораете, знаете, внутри себя проживаете все фазы, которые вам необходимы, а потом вы их не реализовываете, потому что перегорели, потому что, по сути, внутри себя прожили то, что должны были прожить во внешнем мире. И поэтому здесь мы спрашивали в позитиве, да, что когда вы начинаете активничать, как я уже сказала, реализовывать вот все свои идеи, и когда у вас есть вот это состояние вдохновения, когда вы наполнены, когда вы чем-то горите. То есть здесь огонь и воздух, да, то есть движение, любое движение, то, чем вы горите, то, чем вы наполнены, то, что вы любите, вот на эти состояния, на эти эмоции приходят к вам деньги. То есть деньги к вам приходят на эмоции. Так, а что влияет в минусе? Тройка кубков. Довольство, довольство тем, что вы имеете, что вы когда-то наработали, и как следствие нежелания дальше двигаться. Так, девятка кубков. Когда я, в принципе, ничего не делаю. Ну, мне и так хорошо, да, мне ничего больше не надо, я ограничена, ну, вот тем, что имею, я уже нахожусь в достатке, все хорошо, все кайфово, все, я больше ничего не хочу. Знаете, когда вы, в принципе, находитесь в пассивности, причем пассивность, которую вы находитесь, она не негативная, она позитивная, но она отстраняет вас от внешнего мира, да, то есть вы, по сути, ничего не отдаете миру, а если не отдаете, то вы ее не получаете. И здесь проблема не в том, что это вот правильный энергообмен, а это остановка, это остановка движения, а вам нужно аккумулировать. Так, ну и давайте посмотрим очень важный вопрос, наверное, что вам поможет увеличить ваши деньги, да, ваши ресурсы, что поможет? Ну, во-первых, сбросить себя лишний груз, сбросить себя лишние какие-то обязательства, перестать тащить на себе то, что вам не нужно, не берите больше того, что вы можете унести, либо то, что вам необходимо, перестаньте брать ответственность за других людей, начните что-то новое, да, начните воплощать какие-то новые идеи, новый заработок, возможно, возможно, даже на том же месте привнести какую-то вот свежесть. Здесь новые идеи нужны, поверить во что-то новое, что-то инновационное, что-то может быть не совсем ординарное, ординарное, непредсказуемое, может быть даже какая-то глупость, но она может выстрелить. То есть вот здесь как будто бы, знаете, как новый источник доходов, да, но он такой непредсказуемый. То есть это не что-то должно быть такое логическое, а это как, не знаю, как интуитивное, может быть даже то, чего вы боитесь, вот вам как будто бы вот это вот и нужно сделать. Как еще увеличить? Здесь очиститься надо. Ну вот от праздного такого образа жизни. Знаете здесь что? Дело в том, что когда к вам приходят деньги, когда у вас все стабильно, хорошо, вы перестаете развиваться. То есть по сути вы останавливаетесь. И здесь нету ничего такого плохого в том, что вы будете находиться в праздном состоянии. Негатив здесь заключается в том, что вы перестаете двигаться. То есть если вы будете постоянно находиться в движении, если постоянно будете как-то проявляться, если будете аккумулировать вот этого движуха, то что я сказала, то в принципе все будет хорошо. С деньгами у вас будет вот постоянное какое-то обновление в финансах. Понимаете, что девятка кубков, что десятка пендаклей, они говорят о том, что у вас очень много наработок, у вас очень много, может быть, какого-то опыта, то есть в том числе и профессионального умения. Десятка пендаклей нам говорят о том, что вот вы чего-то достигли, какого-то такого порогового состояния, наполненности. Вам это нужно отдавать. Вам это нужно во что-то вкладывать. Вам нужно как-то переходить на другой уровень. Вам как будто запрещено останавливаться. Допустим, получили там 10 рублей. Вам не надо их откладывать в сторону. Вам надо найти какой-то способ, во что это можно положить, вложить, вложить, чтобы хотя бы вам это дало 11 рублей, либо 12. Пускай не в два раза, но хотя бы на рубль, на два больше. То есть здесь, если это какой-то багаж знаний, вам нужно его аккумулировать, то есть либо на нем зарабатывать, либо уже переходить на другой уровень, либо масштабироваться, либо расширять как-то свои горизонты. То есть здесь вот это вот движение, с одной стороны, здесь, знаете, такое чувство, что я уже много чего добилась. И так оно и есть в своей жизни. То есть, допустим, если это карьерная лестница, то мне уже выше подниматься некуда. Но здесь тогда вопрос возникает не выше, а шире. То есть здесь должно быть движение, неважно в каком оно направлении, вверх, либо горизонтально. Все равно надо как-то расширяться. Расширяться. То есть вот этот вот принцип слияния, а потом разделение, то есть сначала все едино, потом оно делится на двойку, а потом эта двойка опять соединяется, порождает что-то третье. И каждая клетка, она то соединяется, то делится, то соединяется, то делится. Вот вам вот этот вот принцип, это как будто бы, я не знаю, принцип жизни, принцип движения, вам его все время нужно поддерживать. А когда вы доходите до какого-то уровня определенного и упираетесь в потолок, вы потом дальше как будто не хотите. Ну, я не знаю, здесь какая-то лень присутствует. А зачем, а к чему, а для чего мне стремиться? Нет, вы должны уметь наслаждаться то, что вы уже получили, но при этом все равно стремиться к чему-то большему. И это вопрос не в жадности, а это вопрос в аккумуляции. Вот то, что я говорила, от чего нужно отказаться, вам нужно пересмотреть свои взгляды по поводу финансов, потому что есть такое ощущение, что меня все устраивает, меня все удовлетворяет, у меня и так хорошо. И это не говорит о том, что вы действительно богаты. Здесь вопрос даже не в богатстве и не в ценности, а именно в состоянии. Вот понимаете, здесь у меня энергия идет такая, я ее считываю, как будто бы вам финансы, они не важны, они необходимы. Да, это способ взаимодействия с миром, что-то покупать, обменивать, но как ценность, деньги, они для вас не стоят в приоритете. И из-за этого они вас не мотивируют. То есть, если бы это был какой-то другой человек, например, себе делал в раскладах, то третья позиция, это люди очень замотивированные на финансах. И не то, что они из-за денег, как говорится, мать или родину продадут, нет, но это люди, которым, знаете, вот даешь больше денег, они мотивируют, их это мотивирует, они стремятся, они что-то делают, ну то есть, у них финансы имеют какой-то ценность и вес. А вот здесь люди выбрали эту позицию, те, кому, ну деньги не, не являются мотивацией. И как тогда заставить вас взаимодействовать с этим миром, да, двигаться дальше? Вот здесь вот эта вот сложность, здесь, что вас может замотивировать вообще на движение? Не знаю, какое-то свое развитие, развитие, и причем именно духовное развитие, там, я не знаю, слияние с Высшим Я, что-то такое. Но это, понимаете, это не тот уровень, это уровень более тонкого плана, да, духовный. А вам важно, вы же в теле родились, вам важно проживать этот опыт именно в теле, поэтому финансы, они и являются вот этой вот частью материи, которую душа должна познать. То есть вот духовности у вас и так хватает, но вот это для вас является ценностью, но она и так у вас присутствует. А вот с материей здесь немножко трудновато. И вот вас хотят обучить этой материи, а вы, ну, как-то не очень, не очень обучаетесь, не потому что вы ленивые, а потому что ценности и значимости финансов не совсем великая для вас. Она есть, она может быть на втором, на третьем плане. Вот как-то так. Так, это был голубенький камешек. Ну, вы работаете сейчас, да? Вы сейчас работаете над финансовой составляющей, хотите как-то двигаться, но здесь что-то другое вас мотивирует, не деньги вас мотивируют. Здесь какая-то идея, возможно, вас мотивирует, не сами деньги. Так, красный камешек, что-то он прыгает сегодня. То место меняет, то позицию, то скачет. Так, кто выбрал красный камешек и вторую позицию? Смотрим. Двоечки. Как сейчас обстоят дела у вас? Как сейчас обстоят дела? Стабильно. Стабильно хорошо, да? В недостатке. Да, я бы так сказала. Экономим. Экономим, вроде бы, все стабильно, да? В Багдаде все стабильно и все стабильно в недостатке. Нужно экономить, нужно есть то, что уже когда-то наработано, готовое. Вот, пока как будто бы перемен никаких нет, новых влияний либо в бизнес, либо в ваш источник дохода. Он какой-то стабильный, но он маленький, он небольшой. Могу сказать, что он большой, но здесь стабильно все. Как еще обстоят дела? Дела обстоят следующим образом, что вы должны здесь меняться. Здесь эту стабильность нужно разрушать. То есть, возможно, вы входите сейчас в какой-то кризисный момент, когда вам необходимо переродиться, изменить, изменить эту ситуацию, которая вот у вас есть с финансами. возможно, вы находитесь в каком-то кризисе, либо этот кризис грядет. И здесь очень важно выбрать правильную реакцию на этот кризис, на эту сложную какую-то ситуацию. Здесь будет завершение чего-то и начало чего-то нового. И вот от вас будет зависеть, какую позицию вы выберете. Почему? Потому что вот эта вот перемена, она что-то разрушит. То, что уже тянется долго, и оно должно уже уйти в небытие. а вам этого не хочется. И вот насколько в этот момент вы сможете скоординировать себя и адаптироваться под кризисную какую-то ситуацию и кризис обратить себе во благо, вот здесь от вас это все будет зависеть. То есть те перемены, которые будут, они, как сказать, они неизменны. То есть то, что должно быть, то, что должно случиться, оно произойдет. Хотите вы этого или нет. То есть вы на это повлиять никак не можете. Но вы сможете повлиять на свою реакцию и на реакцию на этот кризис, на эту перемену. То есть не сетовать, ой, что теперь я буду делать, а найти какие-то плюсы в этих переменах и использовать себя во благо. Еще как обстоят дела, очень много трудимся. Над чем трудимся? Над тем, чтобы как-то развиваться, двигаться, двигаться в новое. Что-то здесь планируем, защищаемся. А чего вы тут защищаетесь? От грядущих перемен. То есть так интересно, с одной стороны, я и так работаю, да, я вроде бы развиваюсь, я там планирую что-то. как это будет, да, что мне нужно сделать, как-то вот все анализирую, просчитываю, но при этом есть, не знаю, закрытие, закрытие от перемен. Эмоционируйте очень сильно по поводу каких-то новых шансов. То есть мы пока к ним не готовы. Да, здесь очень много эмоций. Странно так, да, вроде бы с одной стороны мне не хватает денег, и надо что-то менять, надо что-то делать, я это понимаю, я думаю, но причем вот вроде бы у вас мысли здесь проходят по поводу того, что надо как-то кардинально изменить ситуацию, а с другой стороны вы как будто бы сами себе говорите, что знаешь, ты недостаточно работаешь, надо еще работать, надо еще прикладывать усилий. Причем то, то, во что, что уже не работает. Вот я не знаю, как здесь объяснить-то. Допустим, ваш коэффициент полезности на работе он упал, но он упал не потому, что вы стали хуже работать, а просто потому, что надо внести какие-то новые изменения на работе. Например, если это какой-то магазин, то надо сменить, допустим, я не знаю, как этот, в кассе, вот это вот, боже мой, как он называется, куда деньги-то вкладываешь машину из старой на какой-нибудь там новый, на новый какой-то гаджет, который там самостоятельно что-то считывает, там, либо картой оплачивает, вместо карты, например, только оплачивает телефоном или еще что-то такое. То есть, понимаете, здесь как будто бы нужны какие-то перемены уже реальные, да, потому что, ну, время меняется и надо идти в ногу со временем. А вам кажется, что вы не получаете тех результатов, которых вы хотите, потому что вы мало работаете. Вот вы работаете, например, 8 часов, но вот если бы вы работали 10 часов, тогда вот все было бы хорошо. И вот вы как будто бы себя заставляете и работай больше, и там, что-то делай. То есть, здесь очень много работы, но эта работа, она как будто бы, как это сказать, понимаете, она не совсем эффективная. Вы начинаете очень сильно переживать. Здесь получается, знаете, что, что велика вероятность, что вы можете работать меньше, чем вы работаете сейчас, но вот как будто более эффективнее. И это не значит скорость, а это значит продумать сам именно процесс работы. То есть, допустим, раньше вы работали оффлайн, да, и тратили очень много времени на то, чтобы поехать на работу, потом приехать с работы, да, вот, и, ну, в принципе, толку никакого не было. А сейчас вы должны, допустим, понять, что если вы будете работать онлайн, во-первых, вы экономите время на поехать туда-сюда, да, потом у вас, вы работаете из дома, это более комфортно, вот, то есть, какие-то другие плюсы идут. Вот здесь какая-то такая энергия. А вы от себя требуете, что надо больше работать, там, я не знаю, есть одна работа, надо пойти и на вторую работу, есть там две работы, надо пойти и на третью. Здесь не об этом. Здесь эффективность ваша, она не связана с часами, которые вы работаете, и усилия, которые вы прикладываете. Здесь проблема в том, что вы закрываетесь от перемен, и перемены не приходят, и вы не получаете тот результат, то есть, вы не берете те возможности, те шансы, разочаровываете сами в себе, и как-то вот залипаете вот в этот сценарий. У меня ничего не получается, потому что я там, я не знаю, я ленивый, вы сами себе говорите, либо я мало работаю, вот надо было на вторую пойти работу, на третью. То есть здесь что-то такое, вот как-то так. Как еще обстоят дела? Ну, здесь очень много переживаний, вот по поводу денег. вы думаете, то есть верите, надеете, что все будет хорошо, понимаете, что надо как-то двигаться, но пока вы не понимаете, куда двигаться. Вот то, что я вам сказала, здесь проблема не в том, куда двигаться, а в том, что нужны любые перемены, да, то есть постепенно, если одно что-то начинаете менять, то и результат, он уже не будет такой, какой был ранее. И в зависимости от результата, который вы будете получать, вы будете в дальнейшем корректировать, куда вам идти. Но важно вначале начать этот путь, то есть сначала сделать один шаг, потом сделать второй, потом сделать третий, потом вы останавливаетесь, смотрите по сторонам, окей, я сделала три шага, куда я пришла. И обстановка изменилась, и вы понимаете, да, я иду в правильном направлении, уже появляются какие-то подсказки, либо нет, я иду не в правильном направлении, мне надо что-то другое делать. То есть выражение, да, и фраза, дорога открывается под ногами идущего, вот она об этом, да, то есть вам нужно сначала начать двигаться, и потом вы поймете, куда, в каком направлении. А у людей обычно так, дайте мне гарантии, дайте мне объяснение, куда мне нужно пойти, и что мне нужно сделать, то есть заранее. Вот это вот заранее, оно не работает. Почему? Потому что, ну в данном случае, потому что здесь вопрос, никуда вы пойдете, а здесь вопрос может быть связан с тем, что окей, вы сделаете 10 шагов, а на 11-м вы встретите человека, который вообще вас развернет на 180 градусов, и вы пойдете в противоположное направление от того, куда вы шли. Но это не значит, что вы неправильно шли, а это значит, что вам нужно было дойти до этого человека, который бы вас развернул. А там, где вы были, вы его не видели. То есть вам нужно было пройти какой-то отрезок времени, встретиться с этим человеком, тогда он вам поможет. То есть вот понимаете, здесь связь в жизни, она не совсем явная. и порой люди не понимают, что для того, чтобы что-то получить, надо просто действовать. И когда ты делаешь раз, два, какую-то ошибку, возможно, ты сделаешь, ты как минимум научаешься, чего делать не надо. И процессы корректируешь. То есть есть действие, на каждое действие получаешь противодействие. И ты смотришь, а это неправильное противодействие, это не тот результат, который я хочу. Значит, я должна что-то по-другому делать. Но ты это понимаешь только тогда, когда есть противодействие. А противодействие есть только тогда, когда вы движетесь. Здесь все связано. Но все должно начаться с вас. Вы должны сделать первый шаг. А здесь, если вы духовные жрицы, я не понимаю, куда мне нужно двигаться. Если не понимаете, значит, двигайтесь именно в ту сторону, где вам страшно. Идите туда, чего вы боитесь. Шагните вот в эту неизвестность, вот в эту бездну. Вот так обстоят дела. Что влияет на ваши деньги в плюсе? Когда вы делаете, совершаете какой-то выбор, когда вы берете ответственность за себя, когда вы начинаете из всех возможностей и горизонтов, которые открываются перед вами, выбирать что-то. Понимаете, не быть в пассивности. Вот что мне дали, то я и взяла. А выбрать, вот как это объяснить? Активность должна быть с вашей стороны. То есть в плюсе, когда вы выбираете, не вас выбираете. Это знаете, как вот в отношении, допустим, ты хочешь здоровое потом, и ты понимаешь, как женщина, ты понимаешь, что здоровое потомство должно быть у здорового человека генетически. Это я теорию сейчас просто рассказываю, но не так, что это на практике. И ты видишь, например, что перед тобой есть 10 человек, 10 мужчин. И ты выбираешь, вот у этого вот такой рост, а у этого вот такой рост, у этого вот такой характер, у этого другой характер. Ну, знаете, как это, донора выбирают. У этого такой цвет глаз. Вот и в зависимости от того, что вы хотите, вы выбираете. Одно дело, когда вы выбираете, и как правило, вы будете выбирать самое лучшее, потому что вам надо самый здоровый, самый здоровый потом, самый лучший вариант. А другое дело, когда вас выберут. У встретился один человек, да, и он вам предложил отношения, вы сразу согласились. Насколько есть вероятность того, что ваши отношения, они будут прочные? Ну, небольшой процент. Я не могу сразу и отрицать, но небольшой процент. Почему? Потому что вы не попробовали других отношений, вы не видели других людей, вы не знаете людей с другими качествами, с другими свойствами. Вот вы первое, что увидели, вы это первое взяли. Скорее всего, не вы взяли, а вас взяли, понимаете? Одно дело, когда вы выбираете, и это ваша ответственность. И потом, как говорится, пенять не на кого, да, я выбрала, значит, я и несу ответственность за последствия своего собственного выбора. А другое дело, когда вас выбрали, и вы снимаете с себя ответственность. Вот здесь про это. Когда вы выбираете, вы выбираете, причем вы выбираете из открытого горизонта, да, по двойке жезлов, то есть вы выбираете все, что вы хотите. Одно дело, если я вам принесу сладкое, вот вы говорите, например, я люблю сладкое, все, и не уточнили. И я принесла вам, например, там, я не знаю, торт мороженое. А вы не любите торт мороженое, вы любите шоколадку, и вы ожидали от меня, что я принесу вам шоколадку, но вы не уточнили. А поскольку вы не выбрали сказать мне, да, какое сладкое вы хотите, я принесла то, что я посчитала нужно. А вам это не нужно, да, это тоже сладкое, но оно вам не нужно, понимаете? Вот здесь вот об этом речь идет. И вот это вот помогает, влияет позитивно на ваши финансы, когда вы выбираете, что вам делать, в каком направлении, какую работу выбрать, во что вы хотите вкладываться, откуда вы хотите получать деньги, какой доход, понимаете? Когда вы выбираете работу, вот я хочу пойти на эту работу, вот с этой зарплатой, либо я хочу работать на себя, я буду делать вот это и вот это. И другое дело, когда вы находитесь без работы, и вам говорят, ну слушай, вот есть место уборщицы, все. И вы сразу соглашаетесь. Почему? Ну потому что, а что еще выбрать, да? Ну то есть вы же не выбираете, что вам предложили, то вы и взяли. Здесь об этом. Что в негативе влияет? Ваша неразумность, когда вы вкладываетесь, вот то, что я сказала, не в то, что нужно. И это очень сильно убивает вас эмоционально. То есть я могу предположить, что, возможно, вы занимаетесь не тем делом, которое вы любите. Либо может быть такие моменты на работе, когда вас кормят завтраками, говорят, и подожди, допустим, там не получается дать зарплату, там либо надо кому-то другому сначала, а у тебя там семейное положение, либо еще что-то такое намного лучше, чем у твоего коллеги. Поэтому ты подожди, а я вот этому человеку дам, вот, а ты как-то, ну, стерпишь, подождешь. Вот что-то такое здесь с ожиданием связано. То есть ожидания здесь убивают. Ожидание какого-то успеха. Вот когда вы понимаете, когда вы активничаете, здесь об этом речь идет, да? Когда вы активничаете, сами несете ответственность за свой выбор, тогда у вас появляются финансы, потому что вы начинаете что-то делать. А когда вы ничего не делаете, то есть находитесь в пассивности, в ожидании какого-то успеха, тогда негативно влияет на ваши деньги. Еще что негативно влияет на ваши деньги? Нерешительность. Нерешительность, неготовность стать победителем, заявить о себе, показать себя. Когда вы входите в какую-то туманность, непонятность, опять же таки пассивность. Ну, то есть, думаю, вы поняли, здесь нет смысла повторяться. Что вам поможет увеличить ваши деньги? Что поможет увеличить ваши деньги? Перестать тревожиться, беспокоиться. Сменить свою модель мышления. Здесь нужно работать со своими страхами. Почему? Потому что здесь из-за страхов может падать ваша самооценка. Когда падает ваша самооценка, вы перестаете быть требовательными. Вы соглашаетесь абсолютно на все, что вам дают. И, как следствие, вы не выбираете самое лучшее, а вы выбираете то, что осталось. А то, что осталось, оно не всегда самое лучшее. Что поможет еще увеличить ваши деньги? Ну, во-первых, научиться планировать. Планировать все, что связано с работой, все тщательно обдумывать. Во-первых, здесь нужно убрать эмоциональность, она не нужна. Все тщательно обдумывать, продумывать, что я буду делать, как я буду взаимодействовать. Может быть, интересоваться то, что вы не знаете, как-то повышать свою квалификацию, оттачивать свое мастерство и при этом получать удовольствие от самого процесса. и идти в расширение. А еще лучше идти по пути своего зова, то есть вот туда, куда вас манят, вот то, что вы хотите, то, что вы любите, то, что вы желаете, туда вам и нужно идти. Здесь какой-то новый этап высвечивается, в который, вот видите, по повешенному все никак не идете. вы от него закрываетесь. По каким-то непонятным причинам вы здесь от успеха закрываетесь. Вы не ставите для себя успех как цель. Вы очень быстро перегораете, вас не хватает. на результат. Но здесь как раз-таки вот позиция связана с императором, с уверенностью, с позиционированием себя. Здесь какие-то комплексы есть. Психологически здесь проработка нужна. Ваша самооценка себя, она вроде бы сейчас на данном этапе такая достаточно стабильная, но вот знаете, как бывает, не знаю, что-то на вас влияет. Вот вы вроде бы стабильны, хорошо, все, уверены в себе, в том, что вот вы получаете ту определенную сумму, которая вам нужна, но потом как будто бы появляется какой-то человек, начинает вам что-то говорить о вас, и вы начинаете сомневаться в своей самодостаточности. И ваша самооценка падает, и от этого у вас сразу идет упадок финансов. То есть вот здесь деньги, они как будто бы напрямую связаны с вашей самооценкой. Насколько вы себя цените. Здесь вот все завязано на этой, на ценности себя. Как-то так. Вот такой у нас вышел сегодня расклад. Пожелаю вам всем отличной недели, побольше денег, подарков, удачи, новых источников дохода, и уметь наслаждаться деньгами, и благодарить, конечно же, за них. Прощаюсь с вами до следующего расклада. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok